Добрый вечер, мои уважаемые друзья! Мы начинаем пятую серию вебинара под названием «Осенние и зимние вебинары». Значит, тема сегодня такая, вернее не тема, а расписание. Сейчас я отвечу всего лишь на полтора вопроса, так потом долго буду рассказывать, но вся хитрость в рассказе будет следующая. Вот вы мне задали между вебинарами 20-30 вопросов. И вы увидите в самом повествовании, ответы на ваши вопросы, сейчас я все-таки сюда вклинил. Они касаются, потому что и абрикосов, а тема нашей сегодняшней абрикосы, она касается и всех видов растений, в том числе, поэтому польза будет огромная. Но тем не менее, основная моя задача – уйти с этого мира, рассказав все, что успею. Поэтому и тороплюсь. Второй вопрос. Марина Васильевна, она написала так. Она увидела фильм, который был выставлен в гостевой, и вообще в Ютубе. Я был в гостях у Чернобаева в очередной раз. А ей очень понравился сад Чернобаева. И она при этом пишет, задает вопрос. Это же выращено из прививки черенком от заводского дерева, или прививка – это черенок от культурного сеянца? Да, отвечаю. Я рекламирую, не рекламирую, а пропагандирую самый, заметьте, не самый эффективный, а самый дешевый способ и самый быстрый. То есть на одном грядке подвойные сеянцы растут, на соседней грядке или там гряде культурные сеянцы, а потом с культурных черенок переносится. Вот она это спрашивает. Второй у нее, второй вариант – прививка – это черенок от культурного сеянца? Нет. Давайте тогда, чтобы понятно было по порядку. Значит, что такое, во-первых, сад Дублер Чернобаева? Это значит, он возник не сразу. Чернобаев – это редчайший случай, он не мой ученик. Вот. Но у него было, как всех, я когда-то начинал с простеньких сортов, потом он садил еще там после дачи, еще, потом еще, и, наконец, он построил не так давно дом, и у него теперь видели прекрасный участок и молодой сад. И вот этот сад, кто мне не поверит, он сказал, «А, мы около десятка фильмов, пожалуйста, Марина Васильевна, проще всего, посмотрите фильмы, напишите пару слов на электронную эту. Я вам все триста с лишним вышлю, там увидите прогулки с Чернобаевым и так далее. Не только вот этот последний. Вопросы отпадут. Но это очень феноменальный случай, поэтому я должен ответить на ваше письмо подробно. Это феноменальный случай. Значит, приезжает человек, который говорит, меня зовут Леня, и получает из меня несколько черенков, потом приезжает, говорит, это я, Леня, вот эта книга, ой, картина я вам дарю, я выкапываю два саженца персика, и пошло-поехало. Приходит время, и вдруг выясняется, что у него это почему-то ничего не пропало. Мои груши, мои персики, вот. Все это персики бедесаженца, а все остальное, отвечая на ваш вопрос, в виде черенка, взятого с моего сада, переехал на его. Знаете, в чем потом оказалось, почему я назвал? Не только поэтому дублю. И я говорю, когда у него заплодоносили груши, я говорю, ты где брал по двое? Он говорит, и называет это место, я там брал, а нас только двое знают, где эти 10-20 огромных старинных этих груш диких растет, больше никто и никогда. Вот. Видите, как совпало? Я говорю, прекрасная яблони, откуда? И из моего сада, и прямо напрямую из Казахстана. Откуда брал по двое? Заметьте, по двое. Успех-то от чего зависел? Он говорит, что здесь сибирки. И я сибирки, поняли, о чем речь? Вот. А китайки, вернее так, а по двое на роскошность слива он у меня выписал, все самые крупноплодные. Видели красоту эту? Откуда по двое? Китайки. В общем, получился сад-дублер и по прививкам, и по привитым частям, и по двоям. Вот. А это казалось здорово, потому что уже есть случаи, когда мне пришлось обращаться к нему. Вот. Потому что перестало у меня выбрасывать ветки, переросли деревья, я к нему. Постепенно вышло так, что теперь, когда я рассылаю черенки, часть из них, я достаю кошелек, плачу ему. Ну, черенок, опять же, когда-то начал свой путь с моего сада. Дальше, вот, поняли, значит. Только тут есть такой нюанс. Черенком от взрослого дерева, спрашивает Марина Васильевна. Нет. Вот это, вот тот самый нюанс. Черенок от взрослого дерева, это по-мичурински. Я сразу, только от молодого дерева, даже которого еще плодов не было. Главное, это не плоды, плоды никуда не денутся. Главное, это вырастить в следующее поколение. Вот. Потому что каждое следующее поколение еще больше роднится с подвоями, еще больше привыкает к жизни, успевает вызреть. Помните, я вам показывал фотографии. А вот абрикос, это самое, с Европы прислали мне черенок. Стоит весь зелень, а на улице уже минус. Вот. А черенок с Востока, от этого, с Дальнего Востока, с Приморья, уже давно листья сыпались. А почему? А он мне 33 года уже. Ну, потому что это как бы альтернатива черенку от культурного сеянца. А я говорю, что у меня середина наполовину. Теперь все, дальше его вопрос. Все деревья, я сейчас кое-что покажу вам. Но я пока, а то забуду, что он спрашивал. Все деревья штамповые на зиму укрываются? Или защита только забор? Вот. Значит, объясню сейчас ниже. Фруктные деревья с какого года появились? С разных годов. У него уже сколько этих садов было? Это третий или четвертый? Ведь вопрос-то о его саде, да? Они могут, я у него часто наблюдаю. Обычно это третий-четвертый год. А вот у него персики, привитые в этом году, а на них парочка плодов есть. Как мне отвечать? Что с первого года? А, поняли? Тогда должен как ответить? С первого-пятого? Так что ли? Вот так вот. Потому что висят персики, два плода, ну, уже не висят, висели. Прививка была в этом году, и на прививке уже по одной штучке висело. Так. Значит, ответил вроде бы. Деревья такого роста без укорачивания? Да, деревни у него молодые, но растут хорошо. Рост деревьев показывает и здоровье дерева. Понимаете? Вот. А укорачивание, да, столько черенков режем с ним, с молодых деревьев. Мои-то уже такие. С каждым годом его доля от черенков увеличится, а моя уменьшается. Вот. И еще скажу, его заслуга, заслуг, вот она. У меня теперь есть апорты из научного сада, Шушенский район, так, от Байковой. И у меня теперь есть апорты. Кое-что, видите, я и перенял, пожалуйста. Вот. От Леонида. Почему? Он прямо с Казахстана привез. Почему он связан, успех этот, с чем связан? Да, Сибирка, Меже, с первого этого самого, с первой моей лекции, которая была 4 в субботу или 5 назад, вот. И я рассказывал, что они не приемлют рак, и что они это самое, и все прекрасно рассказал, правда, никому оказалось, они не нужны. Теперь, отвечая, Марина, на ваш вопрос про укрытие, он укрывал только несколько лет, и только мои персики. Вот они. Укрывал, укрывал. И да укрывался. Смотрите сюда. Это они же. Чем кончилось? Правильно. Вот. Теперь, мой сад, когда переехали, не так, они переехали с моего сада, а у меня, вот видите, вот это укрытие. Единственный год, я сказал Сергею, доиграйся, я могу прожить уже до пенсии, у меня пенсия 14 тысяч. Я теперь это самое, могу каждый год на курорты ездить, все прекрасно. А ты, говорю, у тебя ипотеку платить, один год как, даст 50, замерзнут все персики. Я говорю, укрой пару, убеди, задавил, то есть это, укрыл пару. А этот я укрыть не смог. То есть у меня больше, укрыто было два, вот тут еще один. И вот, значит, я наблюдал, урожай получился одинаковый, но этот какой-то дохленький под укрытием показался. А условно будем называть его Сергея. А вот это условно Константиновича, то есть меня. И у меня фотографии есть, и телевизиончики приезжали, и журналисты журналов приезжали. Вот, и я угощал, все это прекрасно. Вот, этот оказался живее вот этого. Вот, но другой год, действительно, бы еще градусов 2-3 мороза, и не было бы урожая. Еще бы, наверное, 5 ниже, и еще бы вот это дерево так бы замерзло, по-моему, снега. То есть я не хвастаюсь, есть ему предел. Но уже факт неукрытых персиков в Сибири, вот, у меня лично, пусть не крупное, вот их потомство. Ну, это мое же дерево, то есть мой саженец бывший. Почему я не стеснялся продавать не плоды с этого дерева, ой, не котики с этого дерева, не веточки. Еще раз повторяю, и горжусь этим. Мое, сад-дублер. Вот, и я горжусь тем, что вот это вот феномен случился, наглость невероятная. У меня вот это дерево еще одно, это единственный год за 33 года укрытия. Все, точка. Ответ, вы говорите, в яму не сажать, начать садить на холмик. Раскройте подробно, каким образом сформайте еще. Может быть, как у Хольца Разепа, и какой... Кстати, вы относитесь к его правдометодам. Я фактически ушел от вопроса. Заметили, я струсил. Земхольцер, это мировая величина, я до него не затягиваю. Там рядом где-то у подножия его пьедестала, там где-то железо копошится. Вот. Но у меня есть свое мнение. Чуть-чуть раскрою, чуть-чуть больше. Значит так. Я же не мог не почитать его книгу, кто-то прислал мне. Итак, как он пишет. Разбрасываем семена, не надо их закапывать. Мне задают вопрос. Ну да, вы против глубокой закопки, вы спасаете деревья, но вы же все-таки маленько прикапываете. Вот. Я отвечаю, а куда мне деваться? Ведь семена на поверхности, это еда. Это так же, как знаете, икринки. Их там может сто тысяч какой-нибудь там в этом самом, в осетре или там белуги, да? Их там сто тысяч может. Может миллионы, не знаю, там гигантское количество. Вот. Приходит время уже метать икру, а из этих икринок одна дошла только до половозрелости. Одна. Ну и может две, может три. Или ни одной. То есть вот из этих ста тысяч икринок ни одной. В среднем одна на одну через там 40 или 50 лет. Одна на одну. То есть видите, это, потому что это еда. И так и тут же. Гигантское количество семян дает взрослое дерево. Гигантское. Где-то десятки, где-то сотни, тысячи, десятки тысяч. И вот. Если бы вы знали, сколько их на самом деле. Если бы вы видели, как пылят деревья. Это надо специально ходить по саду. Вот. Какое гигантское количество спермы, пыльцы. И вот. Хольцер пишет. Раскидывайте. Правильно. Самые идеальные деревья вырастут. А у вас что? Если у меня косточка стоит столько, сколько булка хлеба. Или батон. То это что? Раскидать их. И ждать, что одна из сотни попадет. Это самое. Дойдет до полношения. А я тебе фотографию показывал. Помните? Сколько там? Две-три из трех десятков. Нормально развиваются. Остальные гнилые. Или просто. Ничего. Толку от них нет. И не будет уже видно. У меня такая. У меня такие фотографии, кстати. Это просто чудо. Мне Бог помогает. И вот получается, я против этого. А выкопать дерево-то подержать ее неделю-два-три не сажая. Помарыжить. Это тоже по Хольцеру. А я читаю, у меня шерсть дыбом. Что я могу сделать? Как мне относиться? А у меня есть пример. Особый пример. Я уже в каком-то фильме рассказывал. Я из таких примеров-то всю эту науку на уши поставил. Я ненавижу лунные календари. Я ненавижу садовые лунные календари. Или просто садовые календари. Звонок. Новосибирск. Еще специально подчеркнуло, что в Академгородке я работаю, живу. На балконе стоят груши с зелеными листьями. Вот. У меня уже листья почернели. Я не могу садить. Запретил лунный календарь. Вот так вот. Вот вам и Зепхольцер. Почему он так пишет, что надо неделями мурыжить, вярить их. Что-то не на солнце или в тени, но выкопанное. А потом только садить. У меня нет объяснения. Теперь насчет этого. Вы что думаете, когда пошла мода? Это очередная мода. У нас было, сами знаете, на что больше всего мода. Анастасиевцы самое сильное было движение. Вот. Много умного, много глупостей. Вот. Не буду я их критиковать. Вот. Не хочу. Да, не сегодняшняя тема. Вот. Еще там были какие-то эти самые. Это если бы побежали, бег трусоид от инфаркта. Вот. Сразу миллионы. Потом смотришь, начали от инфаркта умирать. Только тогда успокоились. Так же, как... Ну, знаете эти самые. Много еще знаете. Порфирь Иванова, знаете. Сейчас хоть один выбегает с тазиком на улицу. Хоть один вылечился. Так вот. Здесь то же самое. Человек берет, вызывает эскаватор и вызывает бульдезер. Копает, 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 а воды нет. Вот так вот. А догадаться колодец выкопать, а потом проклинает Хольсера. А вы хотите, чтобы потом меня проклинал? Так вот, колодец выкопал, посмотрел. А вы знаете, что как было? Я наблюдал за озерами. Была вода, а нет воды. Вот так. А так же и как этих самых самодельных. Вот смотрите. Сейчас. Видите? Вот здесь вот, я вам показываю эту фотографию, оставил ее. Почему? Да потому что это черемушки. Потому что вот это вот крутой склон. Здесь люди мечтали уничтожить деревья, начитавшись. Ну, правда, незнамо. Но начитавшись всякой дрянью. Это я называю бульварной литературы, которая по какой-то необъяснимой глупости называется, но очень популярная, садоводческая. А дальше в списке сотни журналов и газет, которые уничтожили садоводство в России. Вы знаете, какой это склон? Вот это вот. Это восточный склон. Казалось бы, делать нечего. И в то же время это центр садоводства был, был. Потому что все равно умудряется деревья уничтожить. Вот пример привожу. Склон, правильно? Вот это вот еще раз та же фотография. Просто нет у меня других. Вот человек выкопал котлован. Я такой котлован, и вот примерно такой же рельеф я видел у этого самого. Был в гостях у Хана, у доктора Хана Вячеслава. В Ленинск-Кузнецке. Вот. То же самое. И зарыбил. Ну, повезло. Там 2-3 метра до воды повезло. И рыбку мы с ним ловили. Прямо в этом самом бассейне самодельном. Вот. И деревья посадил. Конечно, место неподходящее как. Если до воды далеко, это, как ни странно, это более ценное место для сада. Деревья с стерженными корнями до воды все равно достанут. Вам его через несколько лет, ваш полив им даром будет не нужен. Там, где вода близко, быстрее дойдут корни до воды, напьются и сдохнут. Есть деревья с корнями, мы будем проходить. Которые идут не вниз, а в стороны. Так называемое поверхное залегание. Плюс еще корневые отводки дают, шагая по стране. Вот. Я уверен, что есть деревья, которые тысячи километров уже отшагали. Прежде чем погибнуть от отводка от водок. Это все интересно. Только почему-то об этом никто практически не знает. И вот получается, что там, где вода близко, котлован будет. Да, вода будет посеять. Ну, хорошо. Согласен с Кольцером в каком плане. Голая степь. Понарыл эти кучи гор. Смотришь, уже глаз где-то застрянет. Склончик появился, как тут. Ну, что делать? Голая степь. Можно вот так вот сделать, как здесь. Ну, еще раз говорю. Никогда не надо увлекаться так. Сперва выкопаю, потом посмотрю, что будет. Так, что там еще было, хоть сейчас, секундочку. Как формировать, из чего? А, я вам покажу, покажу. Я тут в прошлый раз пробежал, как это. Потому что страх. Обещал за час укладываться. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот, все это, наверное, подлиннее будет. Ну, тем более мы раньше начали. Может, не будете носом клевать, особенно сибиряки. Вот. 9 ноября 2014 года. Как? Ой, 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 что со мной с головой? 9 мая. У меня два таких года было. Низкими годами раньше. Там было на день рождения Ильича. А вот это на 9 мая. Или наоборот. Ну, не принципиально. Вот. Пройти было невозможно. Пришлось выкапываться. Да? Смотрите сюда. Вот. И это время цветения. Так, когда что это время цветения? Вот он мой манчжурец. Уникальный, великолепный. Вот он. Представляете, масштаб дерева, если это только кусочек. Вот. Почему я это показываю? Потому что, если в дичайших условиях растет то, что я вам показываю, вот, то стыдно в других условиях это все не иметь. Вот так вот. Поэтому, посмотрите. Ничего не случилось. Знаете, что случилось? Видели фильмы? Фильмы обозначены там год есть, месяц, день есть. Чуть ли не час, когда фильмы снимаются. Вот это вот, который попал под... Под такие снегопады, да? Восемь ведер или семь или девять. Вот, как бы не наврать. По-моему, восемь ведер он дал. Вот. Потом я вам покажу второе у рекордсмена. Вот. Самое удивительное, что второе дерево было с Украины. Та самая рекордсмена. Понимаете, в чем дело? Не надо ничего бояться. Теперь посадка. Еще раз показываю фотографию. Она красноречива. Еще раз говорю. Вот это вот случается везде и всюду. Половодие бывает страшнее. У меня еще снега-то мало. А вот так как промерзшая земля на метр, на полтора, это же Сибирь. А это же... А еще малоснежье. Не совсем обычное явление. Эта вода, превращаясь в лед, по утрам уничтожает корневые шейки. Только так, как орехи щелкают. Бочки разрывает, пожалеет. Вот это еще раз. Поэтому я отвечаю на ваш вопрос. Смотрите сюда. Как от нее избавиться? Прокопал. У меня вот тут вот яма. И тут рядом груша, чтобы не сгнило. Я вот так прокопал. Вода из лужи вытекла. Все. Я же не могу перекопать почву так, чтобы она была ровная, как стол. Да еще с наклоном. У меня тоже ямки бывают. Только деревья не гибнут. Посадка. Посадки две. Значит, посадка на бывшее картофельное поле, где нет дерна. Дерна это святое, запомните. Это я садил абрикосы. Там, где нет дерна, там можно нагрести лопатой. Понимаете? Вот. Потом привез в тележку и обсыпал перегляд. Мне говорят, а как я буду теперь удобрять? А вот так. Что тут особенного? И все. Удобрение на несколько лет вперед закончено. Смотрим дальше. Вот это вот. Кстати, это тот же самый участок. Да. Но я на нем что снял? Вот это сиянец. Он тут не вырос в этом месте. Было пусто. Надо было засаживать. Я его посадил. Штамп я не делал. Это его природный штамп. Вот. Самая страшная вещь на свете, что тысячи авторов привитые саженцы заставляют... Вот один привитый. Кстати, видите холм? Вот тот же участок. Заметьте. Вот они уже растут. Вот. Смотрите сюда. Вот. Привитый. Прививка у земли. Я вам буду доказывать, как это очень важно, полезно. Речь об абрикосах. Самая хрустальная. Это как хрустальная ваза. К нему к секаторам подходить. Наоборот. Надо обойти метров за сто, чтобы не было желания взять. Отрезать все эти ветки. Вот так вот до высоты. Знаете? Штамп должен быть восемь сантиметров. Ну что ты будешь делать-то? Ну если бы это один. Ну если бы вся страна. Ну если бы все авторы еще и зарубежные. Если это продолжается сотни лет. С тех пор, как первый этот. Федоров напечатал. Первый станок изобрел печатный. С тех пор. Вот это дурь несчастная. Еще раз скажу. Потому что абрикосы больше все касаются. Веточка взятая с боковой ветки взводского дерева. Она осталась боковой веткой. Мы ее с силой. Видите, как рука хорошая какая. Я не просто привил. Здесь более вбитые. Я всегда вбиваю минимум два кола. Иногда три приходится. Вот. С помощью веревок я ее подвязывал. Колу, колу. Выпрямил. И она начала расти. Прямо. Но эта, она осталась. У нее в природе осталась боковой веткой. Если бы она росла боком. Вы бы увидели, что у нее обои ветки начали бы упрямляться и тянуться вверх. Одни вниз, другие. Вот. И вот те, которые вниз, уже тоже вас бы заставили отрезать. А здесь, получается, выпрямил. Но штамп ей по генетике, по природе не положен. Вот он такой. Не положен ей штамп. Не вот. И вот это вот, когда начинается это издевательство. Это страшное, жуткое, невероятное. Вот. Из тысячи человек послушают меня только один. А остальные... Потому что, сколько вас? Последняя моя была 200 человек всего, по-моему. Вот. Это на 200 миллионов. Смотрим сюда. Смотрите, болтун я или нет. Вот это, так, оно было посажено однолетним весной 2015 года. Оно было обрезано. Здесь не видно. Так. Оно прекрасно прижилось, выбросило вот эти плети. Знаете, сколько... Или это, может, или это оно. Вот. Прошло от посадки однолетнего саженца два года и три месяца. Примерно. Видели? Вы когда-нибудь видели такой рост? Ну, вы мне сейчас скажете, это ваш подвой виноват. Это же гигант. Вот этот вот, помните, который этот самый, там, показывал. Зима вернулась. Ветку огромного манджорца. И это, и много чего еще. И перенес корни, сохранил почти все. Вот. И, к сожалению, поливал я мало и плохо. Но, смотрите сюда. Вот эта тема будет отдельная. Все-таки, когда вы садите на южный склон, одно преимущество. Ну, жалко, времени-то столько уйдет, если я сейчас вернусь обратно. Вот. Получается, еще одно занятие посвятимое этому же самому. Вот черемушки. Это восточный склон. У нас в Саиногорске уже абрикосы заканчиваются. А здесь только появляются. А в то же время здесь абрикосы в целом лучше. И лучше переносят зиму. Склоны круче. И теплее на несколько градусов. Здесь они себе не замерзают. Но самое интересное, что лучшее место, а вызревает позже. А почему? А потом... И это самое... Переносит что лучше? Правильно. Возвратные заморозки. Потому что он бы рос бы туда, с той стороны вот этого холма. Был бы самый солнцепек. А еще бы лучше бы росли. А потом пахт то самое. Вот. И получается, когда мне говорят. Знаете, я когда был это самое... В Москве я проводил семинар. Я вынужден это сказать. Потому что я все время в этих тисках. Направо расстрел. Расстреляют. А налево пойду. Повесят. Что мне делать? Вот. Я читаю лекции. Восторг полный. У меня такой авторитет. У меня, чтобы со мной поговорить. В перерывах. Не давали туалет сходить. Выстраивалась очередь из 20 человек. Каждый с заветным вопросом. Это что-то было невероятное. И на третье занятие. Все прекрасно. Встает женщина и говорит. Все. Меня это не устраивает. Вы говорите. Закопаешь поглубже. Лучше растут. Семечки. Схожесть лучше. Отсидятся там. Я так и говорю. Отсидятся там. От перепадов этих самых. Температурных. Там почва лучше. Более мокрее. Сырее. Если там на глубине 5, 6, 7, 8 сантиметров. А выше. Значит. И мыши сожрут. И это самое. И мыши сожрут. Это я. Это меня цитирует. Что мыши сожрут. Что там быстрее. Почва высыхает. И кошка не может зайти. И не хватает этого самого влаги. Чтобы лопнуло это. Как оно. Ядро. Ядрышко. Чтобы лопнуло. Вот. Меня это ваша лекция не устраивает. А человек платил. Сейчас скажу сколько. Полторы тысячи. Да. Но правда не мне. Организаторам. Клуб цветоводства в Москве. Не мне. Вот. Меня это не устраивает. На какое глубину меня садите. Чуть ли не кулаком по столу. Вы представляете какое у меня положение. Вот так вот. А Хольцер вообще говорит. Что это уже другое мне. Хольцер сказал. Вообще. Разбрасывайте семена. Правильно. Еще здоровее будут. Видите. Какое у меня положение нахожусь. И вот получается. С какой стороны. Если у человека еще нет сада. Когда есть. Он уже. Он уже заложник. Все. У него может быть. Раз в пять лет. Будет плодоносие. Так. Не попадая под заморозок. С одной стороны. Помните. Я вам рассказывал. Раз в три года. С другой стороны. Раз в два года. С третьей стороны. С какой стороны садить. Вот. Я вам объясняю. Что будет. А у человека уже готовый. А он уже не может. А что мне теперь делать. У меня же раз в пять года. У меня там. Северный склон. У меня раз в пять лет будет урожай.